хей алга и сами шумки мы продолжим родить и ру по названию розовая пантера право на риск хорошо поехали мы с вами закончили англию теперь мы летим с вами в египет предлагаем вам посмотреть художественный а какой санта-барбарис часть 106 санта-барбарис ладно растянуть через несколько минут мы совершим посадку в кизе погода в пункте назначения жаркая очень жаркая компания аэро шляпен благодарит вас за внимание готово алан вас алан добро пожаловать в египет посмотреть на пирамидки приехали одно из семи чудес света представляете почему она на трех ногах порезалась и когда брилась но уверяю тебя вот эта передняя нога у нее как из железа мне нужно найти устья нила люси не даст соврать вам нужен я верблюдов сюда без этого никуда песок слишком горяч для прогулок друзья возьмите четырех ногого компаньона я просто ненормальный я сердце нила и предлагаю вам замечательную сделку прямо сейчас очень забавно видите ли я ищу девочку как и все мы мой друг как и все мы привези сувенир и она никогда тебя не забудет и как насчет этого мой пантера съездил в египет и не привез мне ничего кроме этой паршивой майки что это было наверное песчаная мумия песчаная мумия ты что ничего не знаешь о мумифицировании песенки о истинском Девушки отдыхают. 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 И что? Кофе. Какой тебе? Сладкий? Не очень? Или горький? А, пожалуй, сладкий. Деда, две чашки. Без кофеина, если можно. Ну, расскажи мне, когда ты познакомился со Стромбаном? Вы думаете, это будет занятно? Ну, хорошо. Стромбан и я, в общем, мы впервые встретились, кажется... В общем, на самом деле, мы не встречались. Я хочу сказать, что много слышал о нём, но это будет наша первая настоящая встреча. Понимаете? Так значит, ты не знаешь Стромбана? Знаю, не знаю. Кто из нас может сказать, что он кого-то знает? Я знаю Стромбана. По-моему, вы неправильно поняли меня. Я ищу Чион. Я её не знаю. Ничего. Ну что ж, спасибо за кофе. Вкус потрясающий. Окей, зато теперь у нас есть водичка. Не отправит ли наш И Чион небольшую посылочку? Может, какое-нибудь украшение? Начальник лагеря Знойный Ха-Ха просил нас не присылать ничего, кроме писем. Стоит послать нашей девочке это в письме. А что, ваша дочь в лагере? Да, в лагере. Слава Богу, за ней нужен постоянный глаз. Два глаз? Постоянно уплывает в лодке в деревню Верхний Египет. Хотя я столько раз её просила не мешать людям работать. А ей очень нравится водоподъёмное колесо. И она постоянно там крутится и всем мешает. Маленькие девочки не должны так себя вести. Есть от неё какие-нибудь вести? Ей нравится в лагере? Мы надеемся сегодня что-нибудь узнать. Понятно. Удачи вам! Надеюсь, что ей весело. Хорошо. Тот, что мужик скажет мне? Наверное, это глупый вопрос, но... Нет ли у меня волшебной лампы? Ты видел Аладдина и теперь ищешь своего Джина, обладающего знаменитым голосом. Опустись на землю. Нет никаких трёх желаний. Нет актёра Робина Уильмса. Есть только медная посуда и белое солнце в пустыне. Тем могу помочь... Нет-нет, ничем и спасибо. Какой сильный сильный! Да, всё-таки, знаете, здесь есть свои пасхалки. Он сказал актёра, который играл главную роль Джина. Ассалам алейкум, мой друг. Вот яркий ковёр, не очень пыльный. А на нём можно летать? Только за дополнительную плату. Это не для меня, а для друга. А кто он? Продавец кебаба. А, Фатуш, он уже несколько недель хочет коврик. Передай Фатушу, что он получит свой ковёр, когда угостит меня чашкой кофе, которую он же давно мне обещал. А, я думал... Окей. Свежий кофе? Невероятно. А какой же ковёр понравится тушей? У меня есть ковры всех цветов, всех размеров, с любым узором, всё, что душе угодно. Всё-всё? Абсолютно всё. Хорошо. Как насчёт коврика и шкуры розовой пантеры? Ой-ной. А что? Это синтетика. Окей. Отдадим тогда ему. Такой топ-топ-топ-топ. Типа, здоров. А? Типа, в кослу так присел такой и поехал. Вот ковёр, надеюсь, он тебе по вкусу. А я дам тебе еды. Да, кстати, продавец ковров говорит, что в следующий раз он угостит тебя кофе. Хм. А теперь мы идём дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Шесть кебабов, моё последнее слово. А у меня один. Продано. Жёсткие были торги, пантера. Тебе повезло, что я такой добрый? А давай сюда еду. Отлично. Было почти очень вкусно. Теперь давай мне ковёр и отправимся в ковёр. Эээ, плохо сделано. Полосочки были. Мой верблюд целый день лежал под палящими лучами солнца. Неужели ты думаешь, что я сяду на раскалённую сковородку? Мас Эль Салама, что означает «прощай». Чё? Не врубок. Кто любит туристов, малыш? Там у меня ничего нету. Тоже, как не я. Выгодная сделка сегодня и больше никогда. Жара меня достала. Держи меня, Люси, а то я сойду с ума. Так. На кофе мы можем ещё взять у того, попытаться, а в хорошую чашку. Если он её ещё не выпил. Ну, главное, чтобы он заново диалог не начал, а то будет очень долго. Я обслуживаю только друзей с Тромбана. Ясно. Вы знаете девочку по или нет, Чё? Рад снова видеть тебя. Ну, спросил хозяина, он всех знает. Хорошо. Привет, как тебя зовут? Ну, ку-ку. Ку-ку? Это значит «забияка». Не трави мне душу. А что ты делаешь? Я сам задаю себе этот вопрос каждый день. Что ты делаешь на кухне? Ну, что ты делаешь? Неужели ты думаешь, что я хотя бы на минуту мог себе представить, что буду всю жизнь мусор собирать? У меня были мечты, у меня были устремления. Я мог бы быть претендентом на звание чемпиона. Ты встречаешься здесь с кем-нибудь? А то у меня есть одна знакомая, которая тебе понравится. Её зовут Люси. Люси? Люси. Кромоножка Люси. Тра-та-та. Та-та-та-та. Я просто мечтаю о ней. Она для меня всю. Сено в моей кормушке. Мусор в моей тележке. Я с ума схожу по Люси. Понимаешь? Я влюблён в эту лошадку. Если увидишь её, передай ей привет. Оу. Может, я сейчас могу пойти и передать? Давайте попробуем. Только, блин, он потом заново будет что-то болтать, когда мы уже перейдём обратно сюда, если нам придётся туда идти. Надеюсь, нет. Мой верблюд целый день лежал под палящими лучами солнца. Неужели ты думаешь, что я сяду на раскалённую сковородку? Бас Эль Салама, что означает «прощай». Найс. Кто любит туристов, малыш? Кто же, как не я? Выгодная сделка сегодня и больше никогда. Жара меня достала. Держи меня, Люси, а то я сойду с ума. Окей. Хорошо, что у нас тогда ещё есть? Наверное, стену нажал. Я не знаю, куда я там иду. Окей, давайте я сейчас с ним поговорю. Помните, я приносил вам ковёр? Да, по правде говоря, я от него не в восторге. Я с удовольствием избавлю вас от него. Он что, требует его назад? Только после того, как я получу от него обещанный кофе. Зря я тогда, наверное, ему сказал про кофе. А теперь он будет его постоянно просить. Можно мне попросить у вас ещё один ковёр? Тебя Фатуш прислал. Скажи ему, что с него хватит и одного ковра. Всё, и кстати, его кофе холодный. Ладно, вернём ему кофе. И пойдём. Вот ваш кофе. Надеюсь, вы любите сладкое. Люблю. Готово. Теперь сейчас войдём к нему. Дадим ему, так сказать, верблюду наш костюм. Нашого собрата. Вот что, Маус, ты требовал еды, я принёс тебе еды. Ты захотел ковёр, я принёс тебе ковёр. Как это похоже на тебя? Жуткий коврик. Я сделал всё, что ты хотел. Может быть, ты всё же поможешь мне добраться до берегов Нила? Все непременно, мой друг, все непременно, как только я утолю свою жажду. О, боже. Серьёзно? Я сухой, как старый пергамент. Пересушенный, как мясо, которое жарит моя тёща. Моя глотка, как пустыня. Она набита песком. С места не сдвинусь, пока не утолю мою жажду. Ладно, погнали. Может, он нам сейчас кофе вернёт. Сейчас попробую. Но он холодный. Всё, джи. А зачем пить тебе горячее кофе? Если в этой... Если в Египте, там же горячее. Не, понимаешь, типа перебить температуру, но всё же. Держи. Жидкость. Благословенная жидкость. Точно, как я люблю холодный. Это не займёт много времени, друзья мои. Скоро мы все окажемся на берегах Нила. Ура! Неужели? А сейчас, Пантера, самое время покормить мою Люси. Нет у меня никакой еды. Я всё тебе отдал. И ты слопал её. Ничего нет для моей Люси. Это после столь утомительного путешествия боюсь, нам придётся прекратить всяческие отношения с тобой. Очень жаль. Мы с тобой больше не разговариваем. Маус, ну пожалуйста. Ты что-нибудь слышишь, Люси? Я ничего. Я тебя не слышу. О, боже мой. Ладно. Вы случайно не видели маленькую девочку? Вот такого роста. С тёмными волосами. Да, видел. Папочка. Всё понятно. Вы строите лодку? Да, из папируса. А, забрать можно? Похоже, назад, в Каир. Стой, я ж не пошёл назад. Лёд. О, мужик появился. Здорово. Отчего ты печален, мой друг? Мой друг Маус разозлился на меня. А ты знаком с Маусом? Будь любезен, когда увидишь Мауса, передай ему это. А что это? Это глаз Хороса. Он защищает от злых духов. Маус ждёт с некерпением. Он давно мне заказал. А теперь скажи, что я могу для тебя сделать? Думаю, ты только что спас жизнь одной маленькой девочке. Спасибо. Окей, поехали. Как же с ним всё сделали, что нужно было? Но хотел нажать на это, верблюда, а не пойти в другую локацию. Хм. Миражи уже видим. Ладно, возвращаемся. Всё-таки нужно было на верблюда нажать. Так, где пацаны? А, ясно. Привет, я собирался окунуться, но лучше я это сделаю попозже. Давайте мы тогда этот брусэфик родим. Может быть, тебе всё равно, но это от Фадиля. Класс Хороса. Я так ждал его. Я так ждал его. Очень способствует успешной торговле. Так и быть, Люси. Носи его. Спасибо, что принёс. Возьми за это маленького скоробяя. Давайте теперь скрабио дам ему, а он мне даст... Я повещён. Но я считаю тебя другом. И что? Люси, будешь жрать скоробей? Ладно. А дам... Хватит, противно! Им тогда дам. А им нельзя дать. Слышь, я посмотрите, там эти гоняют. Привет, я собирался окунуться, но... Лучше я это сделаю попозже. Добро. Ну погнали тогда возвращаться. А подожди, еда, наверное, да? Тут вообще ни хера нет. Ладно. Я понял вас. Ну что, тогда на этом поехали. Похоже назад, в Каир. Тогда возвращаемся. Так. Говорит, еду, да, купить? Давайте купим еды. А! Тихо. Святые появились. О, я так хотел встретить тебя снова. Если увидишь Люси, передай ей вот это. Молодец, Мкуку. Они ей очень понравятся. А в чём Мкуку? Он же говорил просто А, Куку. Окей, поехали. Блин, бегать я просто туда-сюда бегаю. Ладно, зато у нас есть еда. Люси, я понимаю, что ты не в духе, но мне известно кое-что, что может тебе понравиться. Ты знаешь ослика по имени Мкуку? Он просто без ума от тебя. Эти цветы от него. Люси, помоги мне, пожалуйста, добраться до этой лодки. Маленькая девочка может попасть в беду. И... Хорошо, давай доставим этого ненормального на лодку. Аллах дал тебе одну правильную ногу, Люси. Действуй. Подождите, у них Аллах? Можно мне поплыть с вами? Конечно, добро пожаловать на борт моей лодки. Мы направляемся в Верхний Египет, в земледельческие деревни. Прекрасно, пока, Маус. Пока, Люси. Ну, поехали. Эти за мной едут. Четвертая локация. Во времени нормально, 27 минут. Вот это первое, бросается в глаза. Салатик бросается в глаза. Че он? Че он? Прости, я обознался. Хочешь поворачивать колесо? О нет, я просто ищу одного человека. С помощью этого приспособления вода переливается в канал, и мы используем ее в орошении. Значит, ты здесь, чтобы ее выражить? Не в выражении, а в орошении. Понял, ты выражить не умеешь. А скажи, ты знаешь девочку по имени Чион? Ее родители не разрешают ей вращать водяное колесо. Так ты знаешь ее? Она была здесь? Кто ты такой? Простите, я здесь случайно. Это ваша ферма, и вы фермер? Это моя ферма, и я фермер. А еще я член народного собрания, законодательного органа Египта. Я родилась под знаком Овна. Люблю водные лыжи и мятную жвачку. Я ищу девочку по имени Чион. А я ищу кого-нибудь, кто бы покормил моих птичек. Но я не обременяю тебя своими проблемами. Не обременяю. Понял? Окей, давайте возьмем салатик, покормим птичек. Взяли салатик, почему спиздили. Будешь салатик? Мда, это салат. Ну да, а ты? Это салат. Это салат. Ты не поможешь мне покормить птичек? Это очень забавное зрелище. Давай, а как? Так, это что? Пальма, черт возьми, я сто лет не ходил на свидание. А я все-таки считаю себя весьма привлекательным. Что-то дали? Теперь, походу, могу покормить. Я пестрый зимородок, ныряю глубоко. Отличный я кормилец, но девчонкам все равно. Не знаю, что мне делать, не знаю, как дружить. А ну, давай тебе. Ястреб. Я орел. Орел. Я парень крутой, летаю над Нилом, гордый такой. Другие птицы подражают мне, болтаю глупой своей башкой. И ты, последний. Истукан. Я водяная птичка, зовусь я Коростель. Мне очень одиноко и хочется друзей. Большое спасибо. Окей, я покормил их. Спасибо большое. А сейчас я с удовольствием отвечу на твои вопросы. Вы видели, че он? Нет. А вы не знаете, где она может быть? Нет. А вы не знаете кого-нибудь, кто может мне помочь? В общем, нет. Спасибо. Вы мне очень помогли. Правда? Да, правда. Очень помогло. Такая горячая вода, жуть. Как будто в суп попал. Что? Ну, понимаешь, вода там горячая. Там просто тупик. Там нет выхода. Окей, птички. Я простая крестьянка с кувшином воды. Что я могу? Они же не хотят. Не так ли? Ладно. Огреби. Там просто тупик. Тебе дать? Там нет выхода. Так, собрём. У него салат. Бежим! Ой, старик. У тебя салат? Я с голода помираю. Я на всё готов. По большому счёту. Ладно. Ещё нет. Ты сам собираешь могилу, пантера. Нет, я беру салатик. Я тебя люблю. Ты что, пытаешься скушать меня салатом, старик? Я прав? Не надо, Луи. Это слишком опасно. И всё потому, что ты знаешь, что я умираю с голода. Отойди от салата, Луи. Я должен достать его. Очень кушать хочется. Нет. Всё, закопано, заживо. Замечательный салат. Никогда не видел, чтобы таким образом использовали салат. Это странно. Здесь, на Ниле, голуби большая редкость. Привет. Что ты здесь делаешь? Я прибыла с посланием. Как же ты добралась до Египта? А как, по-твоему, я могла добраться? На крылья. Да летела. Господи ты, боже мой. Я же птица. Но мне казалось, что ты боишься. Что такое? Не перед иностранными пернатами, если можно. Ведь ты же небеса. Как же называется это существо? Ты просто гигант. Я пурпурный кростель. Водяная птичка. По-моему, ты больше смахиваешь на индейку. Немалых размеров. Так что за послание ты принесла? Знаешь, ты напрочь лишён так-то. Тебе ещё никто этого не говорил? Ну что с тобой? Как насчёт более интимной обстановки? Простите мою приятницу. Вы не могли бы оставить нас одни? Мог бы. Пусть птичка не забывает, что голубятина – деликатес в Египте. Я не такая, не такая, и всё. Прошу тебя, ознакомь меня с посланием. Дорогая малышка Чион. Там же рисунки. Она миленькая. Я нашла это возле озера в лагере Эхо-Хо. Эта египтяночка Чион, видимо, собиралась отправить его родителям. Я подумала, что будет правильно, если я доставлю его сюда сама. Фон Шляпин сказал мне, что ей было так одиноко в лагере, что она сбежала. И не говори. Может быть, мы выводим какую-нибудь информацию из письма? Дай-ка мне взглянуть. Не так быстро. Уверена, что у тебя есть какая-нибудь безделица для меня. Как знак того, что я любима. Я же любима, не так ли? Ладно, ладно, здесь уже. Коробей, ты неравнодушен ко мне? Точно. Как мне нравится! Только не это, иероглифы. И что ты будешь делать? Придется поискать кого-нибудь, кто сможет расшифровать это. И отдаем ей. Я могу расшифровать это. Здесь написано, я очень счастлива. Ей там весело. Весело? Как странно. Фон Шляпин говорил, что ей там одиноко. Лучше мне вернуться в лагерь. Постой. Тебе лучше взять это с собой. Спасибо. Розовая пантера вызывает фон Шляпин. Прием. Пантера! Чего она нашлась? Она вернулась в лагерь. И сейчас она вполне счастлива? Нет, наоборот, она совсем раскисла. Совсем раскисла? Это очень странно. Мне срочно нужен самолет, чтобы вернуться в лагерь. Чего я был? Он прилетел? Он прилетел. О, что тут как-то и все изменилось. Ненавижу твоих соотечественников. Моя страна лучше твоей. Твои соотечественники дураки. А твои соотечественники уроды. Да уж, как-то стильно здесь все изменилось. Рыбки потухли. О, цветы завяли. Такая грустная обстановочка. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.